Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем наше прямое включение из мобильной студии Первого медицинского канала, которая находится на площадке 75-го павильона ВДНХ, где проходит 18-я ассамблея «Здоровая Москва». И сегодня, сейчас в нашей студии Олег Вадимович Зайратьян. Здравствуйте, Олег Вадимович! Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии Московского государственного медико-стоматологического университета, руководитель Московского городского центра патологоанатомических исследований и главный внештатный специалист города Москва. Здравствуйте еще раз! Еще раз здравствуйте, Роксана, и уважаемые коллеги! Еще раз добрый день! Я очень рад возможности высказать какие-то соображения, может быть банальные, а я надеюсь, что те, которые помогут нам в нашей работе и, скажем так, будут полезны для того, чтобы мы могли повысить качество наших исследований, наших диагностических каких-то процессов, потому что, как и клиницисты, патологи или, как у нас принято говорить, патологоанатомы, в общем-то работают с одной целью – поставить правильный диагноз пациенту. Поэтому, если какие-то вопросы, которые уже появились ко мне, то я их слушаю с интересом и, может быть, что-то добавлю, то, что волнует именно меня как патолога. Сегодня утром, насколько я знаю, проходила сессия, которая была посвящена развитию патологоанатомической службы в Москве. И вы много говорили о современных методах иммунотерапии, таргетной терапии, вернее, в вашей ситуации, скорее, диагностики. Да, да. Скажите, пожалуйста, как… Это ведь дело последних нескольких лет, да? Очень стремительное развитие этой науки. И меня всегда интересовал вопрос, что идет первичнее – развитие патологоанатомической, всей этой диагностики, и потом за ней идет развитие фармакотерапии. Или все-таки компании, которые вкладываются в производство препаратов, они тянут за собой методы, которые позволяют диагностировать различные заболевания, прижизненно и посмертно? Вы знаете, я, наверное, не открою Америки здесь. Даже дело не последних лет, а, скажем так, с конца 90-х годов совершенно изменилась диагностическая сущность работы патолога. Я не случайно употребляю этот термин, а не патологоанатом, потому что мы как-то привыкли воспринимать слово патологоанатом, патологическую анатомию, как нечто, касающееся аутопсии, умерших и так далее. С конца где-то 80-х, 90-х годов постепенно моя специальность превратилась в одну из важнейших диагностических, именно благодаря тому, что появились и стали появляться, а сейчас они уже в расцвете, новые методики, начиная от молекулярно-генетических, там, ряда других. И на сегодняшний день задача патолога состоит в том, чтобы поставить такой диагноз, который позволит дальше клиницисту назначить определенную терапию. Без применения вот этих современных, как мы говорим, на самом деле они уже стали рутинными во многом, методов, даже классифицировать то, что мы видим, даже описать какой-то диагноз, а не то, что дать какой-то прогноз для терапии, прогноз для заболеваний, мы уже не можем. И речь идет о том, что здесь нам надо преодолеть определенное отставание уже от клиники, от возможностей терапии. Развивалось это параллельно. Параллельно развивалась фармтерапия, особенно в онкологии, появлялись таргетные препараты, появлялась персонифицированная терапия. Мы шли параллельно. Но сейчас определенные, скажем так, обстоятельства, что ли, потребуют от патологоанатомической службы сделать буквально рывок для того, чтобы адекватно ответить на уже последние, современные возможности лечения тех или иных заболеваний, особенно онкологических. Потому что если лет 30 назад задачей патолога было поставить диагноз, грубо говоря, опухоль есть опухоль или нет, лет 15 назад надо было уже говорить о том, какая это опухоль на уровне световой микроскопии, на уровне каких-то общих понятий. И были уже первые подходы к лечению различному тех или иных видах опухолей. Сегодня речь идет о том, что патолог должен сказать, какая опухоль конкретная у конкретного пациента, чем она генетически, молекулярно отличается от опухоли у другого пациента. Потому что лечение совершенно разное. И речь идет не о том, что это какие-то нюансы лечения, а о том, что в одной ситуации мы спасем человека, а в другой мы ему не поможем. И вот ответственность колоссальная, с одной стороны, потому что на сегодня из всех методов диагностики наиболее адекватный, наиболее специфичный – это именно метод патологии. Это именно то, что мы называем патологоанатомической диагностикой. Его называют не случайно золотым стандартом диагностики. Это, кстати, накладывает, еще раз повторюсь, огромную ответственность на патологов, потому что если малейшая ошибка здесь в диагностике, она повлечет за собой последствия тяжелейшие для пациента. А если говорить в целом для системы здравоохранения, то чтобы восполнить дефицит точных ответов со стороны патологов, нужны колоссальные средства. Экономически тут тоже вопрос важен. И сегодня речь идет о наиболее быстром внедрении наиболее современных методов диагностики. И диагностика, которая требует действительно определенных затрат. Действительно очень остро стоит вопрос о подготовке кадров. Если раньше речь шла о дефиците кадров, то сейчас мы говорим о дефиците квалифицированных кадров, подготовленных для работы с современными методиками. И вот весь этот комплекс проблем, я верю, нам удастся решить, развивая кластеры диагностики в патологии, как вот, например, онкологический кластер, о котором очень много говорится сейчас. И я рад, что это сейчас стало предметом особого внимания, и финансирования, и интереса со стороны всех, так скажем, специалистов в здравоохранении. Но есть ведь еще и кластер детской патологической анатомии, инфекционной патологии. И вот такой импульс развития получит таким образом вся патология. Поэтому, говоря о каких-то методах и их взаимоотношении с клиникой, могу сказать, что мы неразделимы. То есть, с одной стороны, появляются те или иные возможности терапевтического или хирургического подхода к лечению тех или иных заболеваний, в том числе онкологических. Мы, соответственно, отвечаем, а иногда и даем импульс адекватному отношению к этому. Вот ситуация на сегодняшний день такая, что при диагностическом процессе, вот в ходе нашей работы, ну, уже ясно нужен мультидисциплинарный вот такой подход, в том числе и к диагностике. И стоит привести пример, наверное, что на сегодняшний день, прежде чем приступать к лечению какого-либо пациента, во многих странах обязательно в консилиум, в котором участвует патолог. И в процессе лечения дальше повторяются подобные консилиумы, потому что мы стали уже абсолютно неразрывны с клиникой. А как вам кажется, должны ли быть команды патологов привязаны к какой-то конкретной клинике, где, ну, например, онкологические заболевания лечатся, да, либо это должен быть единый центр на уровне, ну, например, города, который обрабатывает материалы со всех клиник. Как правильнее? Ведь раньше был всегда метод, он очень сильно зависел от глаза, да, от опыта, от натренированности условно смотреть одну и ту же патологию. Как вам кажется, правильнее? Это очень сложный вопрос, потому что, как всегда, от опыта специалистов очень много зависит. И, как всегда, универсальных таких вот специалистов, которые знают абсолютно всю патологию, быть просто не может. Все специализируемся на той или иной патологии какой-то системы органов. И вопрос о том, специализировалась ли патологическая анатомия, патология, он уже закрыт. Уже давно специализация прошла. Есть специалисты, которые больше знают, допустим, пульмонологию, больше знают гастроэнтерологию, другие гинекологические какие-то проблемы. И это уже реально произошло. Сейчас речь даже о другом идет. Мы уже несколько лет разрабатываем и надеемся это реализовать дополнительную подготовку после ординатуры при специализации наших врачей, допустим, в гематологии, в онкологии и так далее. А что касается модели развития службы, ну, мировой опыт представляет нам сейчас несколько вариантов, которые, кстати, успешно работают. Все варианты во многих странах. Либо оторваться от конкретных клиник, работать в большой группе патологов. Например, некоторые институты патологии в Европе включают в себя до 180-150 патологов, которые работают в таком центре. Это позволяет специализирующимся врачам на разные патологии работать вместе, кооперироваться очень... повышает точность диагностики. Но если мы при этом не используем технологии онлайн-общения, если мы при этом не используем облачные технологии, то иногда обрывается связь между клиникой и вот этой диагностикой. Это недопустимо, потому что без четкого знания, что с пациентом, без четкого знания клиники, анамнеза, патолог вообще не имеет права отвечать. Потому что ответ совершенно иногда принципиально разный при разных клинических вводных. Поэтому ни один уважающий себя врач, патолог не будет давать заключение по слепому препарату. Тем более с помощью современных, всяких генетических других методов. Нам обязательно нужно абсолютно полноценно контактировать с группой клиницистов, специалистов лучевой диагностики и так далее, для того, чтобы выстроить наше заключение. Ну, самый простой пример, может быть, не самый частый, но вот костная патология, костные опухоли. В зависимости от лучевой картины, диагностической рентгены или там МРТ, КТ, морфологическая картина и даже молекулярно-биологическая иногда одинаковая. И ответ зависит, наш ответ, казалось бы, морфолога, зависит от того, что диагностировал специалист лучевой диагностики. То же самое при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Вот невозможно сделать серьезные вот такие центры без налаживания, ну, сейчас это не составляет проблем, вот именно онлайн работы с клиникой. На сегодняшний день в Москве мы сейчас попробуем развивать опыт международный, сохраняя крупные подразделения, укропняя их в головных стационарах, на которые централизованы и ряд других, может быть, менее мощных стационаров, амбулаторное звено. Ну, вот в частности в онкологии, это онкодиспансеры, там, округов и так далее. И укропнять вот здесь вот, централизовать вот такую службу. И то же самое в детской патологии, потому что без этого, ну, в принципе, невозможно добиться качества диагностики. И, конечно, было бы безумием не просто распылять средства. В каждой больнице, грубо говоря, создавая патологоанатомическую, вот, диагностическую такую службу, лабораторию, даже не только из-за того, что это просто расходование колоссальных средств. Но есть простое правило. Если какая-то патология, грубо говоря, опухоль или там еще что-то, встречается раз в месяц в данном диагностическом блоке, то качественного ответа быть не может. Люди должны ежедневно нарабатывать опыт, ежедневно встречаться с разной патологией. И это позволяет, ну, на порядок повысить качество диагностики. А теперь представим себе, если мы сохраним вот эту распыленность, где та или иная патология встретится человеку раз в год. Риск ошибки колоссальный. И второй момент, даже третий. Мы кадрами не обеспечим распыленную вот такую службу, потому что подготовка кадров квалифицированных она все равно ограничена. Мы не можем несколько тысяч врачей обучить патологии и распылить их по всему городу. Такое же безумие, как и экономические расходы на создание таких лабораторий. Поэтому тут нужна, как вот патологическая анатомия, золотой стандарт диагностики, что всегда нам приятно патологам слышать, хотя и очень ответственно, нужен золотой стандарт централизации. Поэтому сегодня мы, когда говорили на секционном заседании о развитии патологоантомической службы, у нас все время звучала централизация и специализация. То есть определенная степень централизации и определенная степень специализации. И вот в частности онкологическая помощь в шести ведущих вот онкологических больницах, которые сейчас организуются, это замечательная возможность повысить резко качество диагностики и все централизовать. Но при этом наша служба будет заботиться о том, чтобы не разрывать отношения с многопрофильными стационарами. Потому что пациенты обращаются за медицинской помощью или поступают по скорой все-таки в амбулаторное звено и в скоропомощные больницы, где важно не ошибиться и дальше маршрутизировать этого пациента по профилю. И если клиницист это не может по каким-то объективным причинам сделать, и это делается на уровне исследования уже биопсии или операционного материала, вот нам нельзя здесь допускать ошибку, потому что иначе мы нарушим маршрутизацию, от которой зависит жизнь человека. И мы сейчас будем активно разрабатывать вопросы взаимосвязи таких вот создавающихся центров. Вы говорили о подготовке специалистов, но, насколько я понимаю, патологи, их качество работы очень сильно зависит от качества материала, который приходит. Как Вы организуете взаимодействие с хирургами, с врачами, которые первичный материал забирают? Вы их как-то учите или работаете с тем, с чем работаете? Что к Вам приходит? Ну, качество нашего ответа зависит от очень многих условий. И первое – это грамотность клинициста. Еще раз могу повторить, что без грамотного, подробного описания, иногда и фотодокументации, забор материала, естественно, зависит очень многое. И так называемые совместные какие-то мероприятия, там, это может быть мастер-классы, школы, это буквально ежедневно проходящие конференции в больницах, нередко бывают на 100% наполнены именно взаимными какими-то обучающими технологиями. Мы рассказываем, что нам нужно, а клиницисты объясняют нам свои возможности, которые мы не всегда можем тоже учитывать. И вот в хороших лечебных учреждениях вот эта работа, она каждодневная вообще-то. И поэтому речь идет о том, что подготовка клинициста обязательно должна включать в себя понимание, как работать с патологией, с патологической анатомией. То есть какие требования надо соблюсти. И сейчас эта часть подготовки усилена в вузах. То есть у нас немножко даже поменялась программа подготовки студентов, потому что мы готовим, ну прежде всего же не патолога, анатомов, а клиницистов, которые будут выходить на работу, и в том числе и в амбулаторное звено, которое сейчас всех очень беспокоит. И мы преподаем не только на третьем курсе, до шестого курса, до окончания, учащиеся далеко не все вспомнят уже. Дело в том, что сейчас очень развито понятие элективов и совместных занятий, совместных вот таких вот обучающих мероприятий на старших курсах. В свое время был так называемый на шестом курсе секционно-биопсийный цикл. Это несколько дней было, когда мы со студентами, уже выпускниками фактически, отрабатывали клинико-анатомические конференции. Упор тогда был, может быть, не на современную какую-то диагностику. А вот сейчас мы восполняем этот пробел совместными занятиями вместе с выпускающими кафедрами для того, чтобы наши будущие специалисты, выходя на экзамен по аккредитации, дальше поступая на работу в то же амбулаторное звено, но все-таки не забывали и все-таки могли грамотно взять материал. Потому что это, конечно, половина работы. Ну и второй момент – это пробоподготовка, так называемая. Это как и в лабораторной службе, как и в клинико-лабораторной диагностике. Это работа со средним медперсоналом уже внутри нашей службы, потому что от качества пробоподготовки тоже все меняется, скажем так, все зависит. Поэтому у нас недавно мы инициировали создание российского общества лаборантов-гистологов, московского общества лаборантов-гистологов. Наши партнеры, наши лаборанты-гистологи восприняли это очень положительно. И мы сейчас работаем над тем, чтобы наши профессиональные сообщества врачей и лаборантов объединились в такое, может быть, единое целое, как патология. Это очень интересно. Хорошо, что развивается специальность и помогает всем участникам развиваться вместе с ней. Спасибо большое, Олег Владимирович. Спасибо вам. Спасибо нашим слушателям. Спасибо. Напоминаю, что мы были в студии Первого медицинского канала. Мы находимся на площадке 18-й Ассамблеи Здоровой Москва. Не переключайтесь, мы скоро вернемся с прямыми включениями. Спасибо.